Ну что, расчистил ли ты себе или расчистила ли ты себе путь от всяких разных конкурентов, либо мешающих людей с помощью предыдущего, девятнадцатого видео? И, ну хорошо, расчистили мы полностью путь и теперь уже не можем всерьез себе сказать, что кто-то мне помешал или помешает. Или вот я сейчас наступлю в какую-то лужу, да, то, что мы прорабатывали в восемнадцатом видео. Вот я наступлю в какую-то ужасную лужу и не смогу из нее выбраться. Или я уже наступил в какую-то неприятную ситуацию и никак не могу из нее выйти. Хорошо, представь, что у тебя бесконечное количество денег. Вот просто безлимитное. И ты все можешь. Куда ты пойдешь? Что ты будешь делать? Сейчас у нас открываются границы, ну на момент записи этого видео. И я выбираю, да, теперь я могу поехать не только в Крым или там на Алтай, да, из Новосибирска, это не так уж и далеко, до Алтая добраться. Но я уже подумаю, а не поехать ли мне на мой любимый остров Панган, который я, кстати, люблю больше, чем Бали, но на Бали более красивые получаются видосы. То есть, как бы передо мной есть некие варианты. И перед тобой тоже есть некоторые варианты. Ты, конечно же, ограничиваешь это количество этих вариантов, говоря, что так, мне надо выбрать именно те варианты, на которые у меня хватит денег. Хоп, количество этих вариантов сужается, да. И выбрать те варианты, на которые у меня есть время. Еще количество вариантов сужается. Варианты, которые доступны, потому что там карантин, не карантин еще что-то об еще количество вариантов сужается это то как люди обычные нормальные выбирают что они выбирают только среди тех вариантов которые реальны и доступны но теперь ты понимаешь уже зная да как это делается ты можешь ко всем вот этим доступным вариантом добавить листок бумаги с какой-то историей ну то есть например я беру выбираю среди вариантов что вот сейчас я могу пойти там свою любимую кафешку что-то заказать то что мне нравится я могу позвонить друзьям могу позвонить кому-то там какому-то другу кому-то еще пойти тоже как-то провести день вечер да могу купить билет посмотреть там на sky сканере купить билет и полететь сегодня же вечером куда-нибудь неважно такой вариант такой такой вариант и к этим вариантам таким более менее доступным более менее вероятным я беру и добавляю некую свою историю то есть стопроцентная да то есть реальный вариант реальный вариант реальный вариант и какая-то возможно что невероятная история то есть очень маловероятная история и среди вот этих вариантов есть еще я добавляю вот такую вот какую-то историю до которая написал и ставлю ее в ряд вместе с некими реальными историями. И ты уже понимаешь, да, что я буду дальше делать, чтобы со мной случилась именно эта история. Я зашагиваю в эту историю, вместо того, чтобы пойти там в кафешку, вместо того, чтобы купить куда-то билет, вместо того, чтобы позвонить другу, я просто могу положить эту историю на ковер, зашагнуть в нее, поработать со своими вибрациями. И что я только что сделал? Я сделал некий заказ для вселенной, чтобы со мной случилась именно вот эта история, которая в обычном случае была бы маловероятна. Но тем, что я работаю над своими вибрациями, работаю над своим счастьем и чувствованием себя заслуживающим внутри этой истории, я делаю эту историю более вероятной. И я показал тебе, как это все делается. И это более интересное путешествие, чем пойти куда-то там снова к тем же самым друзьям, пойти в то же самое место. Например, на самом деле, зачем мы покупаем билет, например, куда-нибудь на море? Потому что с нами будет происходить какая-то история, о которой мы говорим, что больше процентная, да. Или, например, пойдем куда-то вот туда к друзьям, в какую-то компанию, чтобы опять же с нами происходила какая-то история. Ну так давай возьмем самую суть. Не будем идти в какое-то место, не будем идти в какую-то компанию, не будем пытаться взаимодействовать с каким-то человеком, чтобы с нами что-то произошло. А возьмем самую суть, возьмем какую-то историю, пропишем ее и зашагнем в нее. Именно это мы делали вот уже на протяжении скольких раундов, уже на протяжении 9 видео. И сегодня будет 10-е такое зафиналивающее. И так можно работать не только с денежными историями, можно работать с любыми историями. И ты уже чувствуешь, да, что на самом деле не зависит, твои возможности не ограничены количеством денег в твоем кошельке, не ограничены тем, на какой работе ты работаешь. Вот эта вот, вот эта валюта, которая вот у нас идет из сердца, она настоящая. А деньги или еще что-то, это всего лишь отражение вот этой валюты, которая есть абсолютно у каждого человека в бесконечном количестве. Но давай доработаем историю с деньгами, потому что это же курс про деньги. Поэтому вот, представь, ты находишься сейчас в некой ситуации, которой ты, наверное, не говоришь стопроцентное, да. Но ты хочешь дойти вот в эту историю, где стопроцентное, да, то есть из области не совсем стопроцентного, да, мы шагаем в область стопроцентного, да, по деньгам. И давай проверим, какие у тебя реакции на деньги. Посмотри на эти деньги, насколько ты ощущаешь себя именно заслуживающим. Насколько ты испытываешь хорошие чувства, идущие от тебя к этим деньгам. А может быть есть еще часть тебя, которая пытается схватить, ухватить. То есть есть еще часть тебя, которая испытывает какие-то спазмы, и она-то как раз отталкивает деньги. Она-то как раз создает какие-то препятствия, и она удлиняет твой путь к деньгам. И я надеюсь, что тебе уже легко зашагнуть вот в это стопроцентное, да, по деньгам. И точно так же ты сможешь домечтать все остальные свои мечты. То есть зайти сам, сама зайти в эти мечты. Помнишь про эти два списка, когда в одном у нас в списке были желания, которые мы хотим хватательно, желания, которые надо еще как бы домечтать, и те желания, которые мы хотим не хватательно, а мы себя представляем внутри этой истории, этого мира, и мы уже эти мечты домечтали. Так вот, вместо того, чтобы идти куда-то в какое-то место физическое, да, или идти к каким-то людям, надеясь, что что-то перепадет, надеясь, что что-то случится, нам не нужно идти ни в какое-нибудь место, ни к каким-то людям, и ничего от них не надо ждать. И не нужно ждать от вселенной, когда же там вселенная что-то нам даст, потому что она обычно дает очень быстро. Когда ты что-то меняешь в своих вибрациях, от нее ничего ждать точно не надо, она срабатывает вот так. Это человеку нужно время на то, чтобы поменяться. У вселенной всегда есть выходы, подходы, заходы, как можно все поменять. Поэтому вселенную точно ждать не приходится, и других людей тоже мы не собираемся ждать. Мы сами домечтываем свои мечты, те мечты, которые мы не домечтали. И это и есть, кстати, настоящее планирование. То есть, если ты хочешь что-то спланировать, чтобы оно действительно случилось, то нужно планировать не то, как я побегу, как я там что сделаю, как я буду действовать, и как я схвачу, как эффективнее хвататься. Нет, нам нужно планировать по-другому. Планировать нужно взять эту историю, тот результат, в который ты хочешь зайти, и зайти в него. Если у тебя получилось в него зайти, если у тебя отличные вибрации в нем, значит, все спланировано, сделано. Теперь оно там как-то встроилось в твой событийный ряд. А если тебе не получилось зайти в эту цель, если у тебя нет такой, знаешь, какой-то резонансности, счастья в этой истории, то можешь делать что угодно, пытаться, не пытаться, тебе все равно будет тяжело этого достичь. И вот такое планирование, когда ты берешь свою мечту и домечтываешь, это просто замечательное планирование. Положи руки на грудь, сделай несколько глубоких вдохов-выдохов. И на вот этой вот картинке помести себя туда, где тебе ощущается твое место. Где твое место? Насколько ты заслуживаешь? Я надеюсь, ты уже понимаешь, что этот вопрос, он не для того, чтобы вызвать в тебе чувство вины. Я не хочу заставить тебя чувствовать себя незаслуживающим, недостойным, незаработавшим. Нет, я задаю этот вопрос, чтобы ты осознал, осознала свои чувства, свою самооценку, свою реальную самооценку. Помещаешь ли ты себя прямо в стопроцентное, да? Или может быть ты находишься в области 90% да, может быть 80%, может быть 50%. Помести себя, просто будучи честным с собой, туда, где тебе ощущается, как бы сейчас подходящим. Где твое место? Где ты чувствуешь, что твое место? И простукиваю по ребру ладони. Я заслуживаю стопроцентное да, которое радует мое сердце. Я люблю и принимаю все свои чувства. Я заслуживаю стопроцентное да, которое радует мое сердце. И социум просто мне показывает, что творится в моем сердце. Насколько я чувствую себя заслуживающим. И да, я заслуживаю. Легкие пути. Я заслуживаю свои ситуации. Я заслуживаю свои двери. На пути к тому, что я заслуживаю. Может, часть меня застряла в какой-то вероятности, которой я не говорю стопроцентное да. Может, я все еще испытываю страх, что кто-то испортит историю, которую я заслуживаю. Может, есть еще какая-то вероятность, что кто-то испортит. Может, есть вероятность, что я пойду через неприятные ситуации. Хотя я заслуживаю быть в зоне стопроцентного да. И я глубоко и полностью люблю, и прощаю, и принимаю себя. И всех, кто, может быть, мешал мне быть в зоне стопроцентного да. И всех, кто мне помогал в этом. И всех, кто с этим связан. Поначалу брови. Я заслуживаю стопроцентное да. Край глаза. Я признаю и принимаю. Под глазом. Что могут быть еще какие-то вероятности? Под носом. Которые ведут к стопроцентному да. Под бородок. Может, нужно пройти еще какой-то путь. Чуть-чуть, прежде чем я окажусь там. Под рукой. Где я заслуживаю быть. Макушка. Я выбираю истории. Начало брови, в которых я на самом деле хочу быть. Край глаза. Я выбираю стопроцентно счастливые деньги. Под глазом. Я заслуживаю стопроцентно счастливые деньги. Под носом. Я заслуживаю доход. Под бородок, который резонирует с моими внутренними ценностями. Чуть-чуть, я заслуживаю быть в зоне стопроцентного да. Под рукой. И может, есть еще часть меня. Макушка, которая пытается куда-то побежать. Начало брови. Нужно побежать куда-то туда. Край глаза. Где лучше, чем здесь. Под глазом. Где-то там лучше, чем здесь. Под носом. Может, в какой-то компании. Под бородок. Мне перепадет больше, чем здесь. Чисто. Хотя почему-то мне перепадает. Под рукой. Ровно столько, сколько я думаю, что заслуживаю. Макушка, поэтому я здесь сейчас. Начало брови в сердце своем. Край глаза шагаю в зону стопроцентного да. Под глазом. Я заслуживаю стопроцентное да. Под носом. И если часть меня еще где-то застряла. Под бородок. В каких-то неприятных вероятностях. Край глаза. Я признаю и принимаю эту часть себя. Под рукой. Вот что перепало этой части меня. Макушка. Что-то неприятное. Сначала брови. Может, часть меня застряла. Край глаза где-то на пути. Под глазом. Части меня кто-то помешал. Под носом. Вот что перепало. Части меня. Под бородок. Я признаю и принимаю эту часть себя. Край глаза. Я признаю и принимаю, что бывают разные вероятности. Под рукой. Но только перепадает мне почему-то. Макушка. Макушка то, что я считаю, что я заслуживаю. Начало брови. Поэтому я смело и иду. Край глаза в зону стопроцентного. Под глазом. Чтобы внешний мир. Под носом отражал мне мою самооценку. Под бородок. И я отпускаю любой страх. Включится, что внешний мир. Под рукой, что деньги и люди. Макушка просто покажет мне. Начало брови, что я считаю себя незаслуживающим. Край глаза. А, вот еще часть меня. Под глазом считает, что она чего-то не заслуживает. Под носом я признаю и принимаю эту часть себя. Под бородок и этой частью себя. Включится, я иду в желанную историю. Под рукой я иду в стопроцентное, да. Макушка я выбираю самую суть. Начало брови. Может, даже вообще ничего не делая и не говоря. Край глаза я выбираю стопроцентное, да. Под глазом. И если я получаю что-то под носом просто, что мне перепадает. Под брови, так я двигаюсь дальше. Чит-то я иду в стопроцентное, да. Под рукой. И вот я уже в своей истории. Макушка. Источник чего этой истории? Сначала брови. Источник чего счастливые деньги? Край глаза. Источник чего моя денежная парадигма? Под глазом. Источник чего такая денежная жизнь? Под носом. Источник чего все эти вещи? Под бордок. Источник чего вся эта недвижимость? Включиться. Источник чего все это? Под рукой. Я позволяю себе видеть суть. Сейчас положу руки на грудь. Сделаю несколько глубоких вдохов-выдохов. И будучи уже в этой истории. Конкретной историей. Лучше прорабатывать конкретную историю. То есть, например, ты уже в машине, которую ты хочешь. Либо в том доходе, в который ты хочешь. Либо в том доме, в той квартире, в том путешествии. Я был бы очень рад, если бы твое желание было каким-то не шаблонным, о твоем настоящем. Если оно какое-то такое интересное, то напиши в комментарии, что это у тебя. И сейчас мы будем делать позитивный таппинг, будучи в этой истории. Скажи. То есть, как бы продолжи фразу. Я буду говорить, эти деньги для меня источник там тра-та-та. Ты можешь сказать, что это машина, или это путешествие, или это квартира, или вот этот навык. Все, что угодно. Все, над чем ты сейчас работаешь. Я же буду говорить эти деньги, да, потому что курс-то про деньги, про увеличение дохода в первую очередь. То есть, этот доход для меня источник. Вот продолжи эту фразу. Эти деньги для меня источник. И тебе может прийти комфорта, безопасности, возможностей, признания, может быть, любви, заботы, чего угодно. То есть, позволь себе услышать изнутри, какую энергию ты хочешь получить от этого дохода. Эти деньги для меня источник. Для меня, мне пришло сейчас спокойствие. И действительно, многие люди, ну и я в том числе, да, суетятся, что-то делают, что-то делают, чтобы наконец-то уже прийти к этому покое, чтобы уже прийти к такому состоянию, где тебе уже не надо суетиться, не надо беспокоиться, не надо бежать, потому что все и так будет хорошо. То есть, ты можешь себе наконец-то позволить покой с определенным количеством денег и с определенным пассивным доходом. Я буду простукивать так. Эти деньги для меня источник там хорошей энергии. И подразумевать покой. А ты можешь простукивать что-то свое по макушке. Эти деньги для меня источник хорошей энергии. Ты можешь сказать там, этот доход для меня источник покоя, да, или безопасности. То есть, я специально буду обобщать, чтобы ты мог, могла подставить свою какую-то энергию. Дох, выдох. Эти деньги для меня источник хорошей энергии. поначалу брови. Эти деньги для меня источник покоя, хорошей энергии. Край глаза. Такая денежная история для меня источник комфорта. Дай пример привожу, что можно сказать. Слушай себя. Под глазом. Эти деньги для меня источник хорошей энергии. Называй что-то свое. Под носом. Эта история, когда она случается, для меня источник новых возможностей. Подбородок. Эти деньги для меня источник комфорта, покоя и безопасности. Ключится эта машина, эта недвижимость, для меня источник легкости и свободы. По большому пальцу. Эти деньги для меня источник покоя. По указательному. Жить такой жизнью, для меня источник комфорта и безопасности. По среднему. Такой доход и такая денежная парадигма для меня источник возможностей. По безымянному. Такие деньги для меня источник свободы. Эти деньги источник легкости. по ребру ладони. Такой доход для меня источник победы. Положи снова руки на грудь. Сделай несколько глубоких вдохов-выдохов. Понятно, что в повторе снова этого же раунда тебе будут приходить какие-то другие ответы. То есть, эта история для меня источник чего-то своего. и каждый раз ты будешь простукивать что-то новое. Как-то по-своему. А если, например, ты можешь такое сделать, дополнительное задание взять и вот написать для себя для меня эти деньги в три раза больше доход. Для меня это источник безопасности, легкости, покоя, свободы, еще чего-то. И написать хотя бы 100 вариантов. и каждый из вариантов, то есть, получается, 100 раз простучать для меня деньги источник безопасности, деньги для меня источник безопасности, деньги для меня источник безопасности. Когда ты так простучишь 100 раз каждую энергию, ты действительно себя насытишь этой энергией и очень сильно поменяются твои отношения с деньгами. И, как ты можешь догадаться, мы сейчас простукиваем путеводную звезду, восприятие какой-то истории, какого-то дохода, что это как будто бы путеводная звезда источник для меня чего-то. Возвращаемся к первым пяти видео, когда мы уже говорили про путеводные звезды. И, собственно, на вот этом я бы и хотел завершить, зафиналить, когда ты не только зашел, зашла в некую историю и чувствуешь уже себя заслуживающим, заслуживающей вот этого вот. Чувствуешь, что да, мое место в этом стопроцентном, да, а не где-то там с краешку и на периферии, и еще ты себя напитываешь той самой энергией, которую дает тебе эта история. Вот так, с помощью позитивного таппинга. На этом, собственно, можно и завершить вот этот блок, посвященный именно самооценке, чувствованию себя заслуживающим. То есть, ты уже пришел, пришла внутри себя в эту историю. и давай еще чуть-чуть простучим. Да, я уже пришел в эту историю. Поначалу брови, и я позволяю этому случаться. Край глаза, да, я заслуживаю, чтобы это было в моей жизни. Под глазом, и я уже открыт ко всей энергией под носом всей этой истории. Подбородок, я открыт к энергии того, что это уже случилось. Ключица, я позволяю себе уже сейчас наслаждаться под рукой этим местом. макушка этим положением. Начало брови, что за энергии я получаю? Край глаза, что за ответы я получаю? Под глазом, что за события я получаю? под носом, какое отношение к себе людей я получаю в этой истории? Подбородок, какое поведение людей к себе я получаю в этой истории? Ключица, я открываюсь этому уже сейчас под рукой, потому что энергия вне времени и пространства. Макушка, я с удовольствием получаю все это уже сейчас. Начало брови, я уже наслаждаюсь этими вибрациями. Край глаза, я радуюсь за других людей, под глазом, которые достигли того же, чего я хочу. Под носом, и мне нравится чувствовать себя заслуживающим. Подбородок, всего этого замечательного. включица, чему я говорю стопроцентное да. Под рукой да, я заслуживаю. Макушка, да, это история источник для меня. Начало брови хорошей энергии. Край глаза, она источник для меня силы. под глазом, и я позволяю себе уже быть там. Под носом, и я отпускаю все, что этому мешает. Подбородок, я сонастраиваюсь с этими счастливыми деньгами. Чисто, я в гармонии со своей счастливой денежной парадигмой. под рукой, я в гармонии с этой историей, в которой я уже нахожусь. По большому пальцу, и мне нравится это проживать. По указательному, и я иду через свои двери. По среднему, и я позволяю себе делать какие-то лишние шаги. По безымянному, потому что я все равно прихожу в эту историю по мизинцу, и никто не может мне помешать. По реброду не быть в своем стопроцентном да, которое я заслуживаю, и я чувствую это каждой клеточкой своего существа. Положу руки на грудь, сделаю несколько глубоких вдохов-выдохов, следующая часть будет очень-очень интересна, она будет посвящена тому, как люди теряют то, что они получили, то, к чему они пришли, и ты можешь пройти прям с первого видео до вот этого двадцатого дойти и обнаружить, что ты глубже понимаешь то, что мы здесь делаем, и еще лучше проработать свои взаимоотношения с деньгами, еще лучше преобразовать свою вселенную в такое более насыщенное состояние, в такое более радостное, более денежное состояние. Пиши отзывы в комментариях под этим видео, впереди еще десять видео. Увидимся, спасибо!